Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Геминфар. И сегодня у нас в гостях подполковник запаса армии обороны Израиля Арье Зайден. Добрый день, Арье. Здравствуйте. Арье, естественно, у меня к тебе вопрос по твоей специальности с просьбой проанализировать то, что сейчас происходит на Украинском фронте. Разумеется, я не стану тебя просить анализировать разного рода экзотические версии зет-патриотов о том, что это там ударило тайное НАТО. Это даже нам, я считаю, обидная версия. Почему они не сказали, что это Моссад ударил? То есть евреи в этот раз не виноваты. Ну да ладно. Но спорят... Ну пока, конечно. Но спорят сейчас в основном вот о чем. Что это все-таки было? Отступление или бегство? Это принципиальный вопрос. Даже я, такой гражданский человек, и то знаю, что отступление это целая наука, это маневры, которым учат в академии. Для каких целей я отвлекаюсь? И это не бегство. Что это было сейчас с российской стороны? Отступ... Тактическое отступление или бегство? Разница-то единственная в том, что какой процент живой силы противника наступающего уничтожили. Вот и все. Ну и, конечно же, осталось ли или нет, успели ли сгруппироваться и перевести предположим орудия, запасы и так далее. Тут важно вот, что сказать. Не все, что мы видим в сети и по телевидению, оно действительно отвечает правде. Мы по-настоящему не знаем объемы, которые находились, объемы вооружения, которые находились на освобожденных территориях. Во-вторых, территории были освобождены. Ты же видел, как идет, как шло наступление. То есть первые два дня медленно, третий день быстро, а вот на четвертый день, четвертый, пятый, вдруг такой как будто взрыв, и по сути путинские войска отходят сами. И тогда где-то там они отступают, где-то оставляют, где-то что-то делают. Успели путинские войска вывести достаточное количество орудий, техники и боеприпасов. Потому что, ну, ты же видел, как происходило наступление. То есть первые два дня достаточно так медленно куда-то зашли передовые отряды. То есть видели мы, что работает и спецназ. И тут, скорее всего, путинские войска понимают, командиры понимают, что почему-то, кстати, они понимают, не совсем понятно. То есть по их мнению они отдают приказ к отступлению и отступают основные части. И у них было два или три дня по сути организоваться и выйти. Немножко странная вообще ситуация. Практически не было боев, кроме вот на южной стороне, там где на Лимане. Но там понятно, почему они обороняют фланг левый. А вот во всех остальных местах и просто сплошное отступление. Хотим назвать бегством, пусть будет бегством. То, что важно сказать, это мы по-настоящему не знаем, что и чего, сколько было, то, чего захватило. То, что мы видели там в роликах, здесь два танка, тут какие-то там муха, тут валяется там, как валяется какой-то, то есть кранталет, не муха, животное. И там какие-то еще мины, то есть, ну этого недостаточно. Это не группировка с размером в десяти батальонных и батальонно-тактических групп. То есть надо было видеть там целые склады и так далее. Это не какой-то БТР, который захватил. Все это слишком, слишком мало. Ну, во-первых, одно предположение, то, что, скорее всего, они собирались наступать. Это было временно продолжить наступать. То есть они же наступали, они же наступали до конца. Ну, очень медленно, очень-очень медленно. Потом они потребовались какая-то там и тактическая или даже, может быть, оперативная передышка параллельно с тем, что в это время начинают работать хаймерсы, которые уничтожают склады. То есть здесь вот такая какая-то встреча. То есть командование, возможно... Тут же тоже нужно поймать, это не динамика наших израильских войн, когда у нас происшествия, когда у нас все происходит в течение часов, там суток, раз, два, три, там самое длинное, месяц, там половину, и мы закончим. Нет, здесь огромные расстояния, масштаб абсолютно другой. Соответственно, скорость передачи приказов и так далее, коммуникации, они абсолютно другие. Хотя мы живем вроде в своем обществе. Пока это все дойдет от начальника штаба, главного штаба, командующего всей группировкой и до последних. Вот это так. Во-вторых, ну можно еще сказать, что если бы какое-то определенное место, опять же, это все замечание каких-то отдельных бойцов, может, командиров. Не обязательно, что на всей линии сопротивления так было. То есть мы не знаем это. у нас информация очень ограничена. Потом возможно узнать. Поэтому тут самое первое, что важно сказать, это все это информация, которая происходит, воспринимать очень сдержанно и с достаточной долей скептицизма здорового. Сказали, сказали, показали, да, радость, конечно, большая, освободили и так далее, но спокойно. Еще раз скажу, тут, кстати, на мой взгляд, не так важно, то есть важно для украинского народа, что освободили такое огромное количество нового поселка. Но если смотреть со стороны и пытаться анализировать, то это по сути не так важно. Важно то, какая была динамика. Важно то, как выглядит сейчас украинская армия. Украинская армия на сегодняшний момент, судя по тому, что они, как они это провели, то есть у них есть возможность стремического планирования. Они показали обманный удар на юге и ударили через определенное количество времени несколько дней на севере. Не было возможности сконцентрировать группировку. Тут тоже были вопросы, где была разведка российская. Увидели, не увидели. Возможно, увидели, поэтому отступили или, по крайней мере, увеличили часть войск, и это было принятым решением. Я не сбрасываю со счетов то, что русские действительно могут перегруппироваться. То есть, не так, как это заявляет их пресс-секретарь, Коношенко или как он там зовут. Да, Коношенко. Да, но вот именно по-серьезному, то есть, без каких-то, без мемов и так далее. Они действительно могли отвезти войска, они действительно могли перегруппироваться. У них действительно проблема. У них хватает людей, низкая мораль, очень моральный дух низкий, после того, что сделали украинцы, у них, ну, не голод, но нехватка явно боеприпасов. И это другие, многие там аналитики говорят об этом. Все это в совокупности приводит к тому, что им было бы хорошо сократить линию фронта и где-нибудь со средствующей силой. Но для них это был вариант. Зачем им вступать в бои, если можно отойти? Война-то не закончилась. То, что Харьковская область освобождена по понятию, как я понимаю, российскому это временно, они соберутся силами и пойдут в атаку снова. Через месяц, через два, возможно, зимой, осенью точно нет, потому что невозможно маневрировать. Возможно, после весны у них время есть, все в порядке, к ним спешить некуда. Они на юге продолжат обороняться, взять их в Крым очень сложно. Так что, вот. Вернусь еще раз к украинской армии и к динамике происходящего. То есть, во-первых, стратегическое планирование, во-вторых, возможность такого наступления при как бы теоретическом, если жили в планете того, что у России полное воздушное господство. Они хоть и не использовали штурмовики из-за большого количества ПЗРК на украинской стороне, все, что именно присылали европейцы, американцы, но все равно, по сути, у них было воздушное господство. Мы не видели ни ударов штурмовиков по наступающим и не использования каких-либо дополнительных частей. То есть, были удары, но после, вот через пять дней, сейчас бомбят славян с каким-то бешеным огневым огневой волной, бахмут и так далее, но это же не там, где наступать. Все это говорит о том, что либо они действительно готовились, либо, либо, если ты, есть люди, которые говорят, что договорняк, я не думаю, что это совсем какая-то темория конспирации. Но, скорее всего, да, это было наполовину выбор, наполовину, возможно, они не предполагали, что украинцы зайдут так глубоко, потому что было нормально отдать им возможность зайти внутрь, а потом, предположим, ударить с флангов. А возможно, Да, 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 вот, ты с языка снял вопрос. Это мог быть обманный маневр, а и они рассчитывали потом ударить с флангов. Ну, классика, как операция Уран под Сталинградом. Да, 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 начиная с воин Ганнибас, фунических войн, то есть, до сих пор. Да. Вполне возможно, возможно, они предполагали. Не успели, не смогли, не смогли сконцентрироваться. Слишком быстро было. Не угадали со временем. Думали, что те пойдут южнее, есть и такие варианты. Да, если украинцы ударят южнее, на уровне Славянска, возможно, обратно в Лисичанск. Русские же, русскоязычные, русскоязычные, вот эти командиры путинские, они же люди, причем там еще часть людей вообще советские, они учились по канонам советским. У них не такой уровень свободного мышления. То есть, и в войне, опять же, тут угадать надо. То, что там когда-нибудь, когда-то в 43-м прохоровки угадали, ну, молодцы, а могли не угадать. Вот сейчас не угадали. Оборонялись в одной стороне, а получился удар украинцам, смогли ударить в другой. Они готовились, они думали, что они продолжат удары бить по Южному и по Херсону, а оказалось, что те ударят в север. То есть, это вот настоящая война, настоящий театр боевых действий. И опять же, третий раз скажу, изменилось, самое важное заметить во всем происходящем, это как изменилась украинская армия. Теперь это настоящая западная, профессиональная, да, профессиональная, вот, со всеми возможными навыками, вот, и возможностями для современного и современного. То есть, они воюют точно так же, как мы, маневируют, концентрируют удары, имеют полную отлично огневую поддержку. Ты же посмотри, как было. Мы говорили несколько месяцев назад, о том, что это будет вопрос, научатся ли они действовать объемами, масштабами, дивизии, армии, корпусов и так далее. Научились, ждали, 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 выдержка, раньше времени наступления не пошли, то есть, не 41-й год бросать как-нибудь, лишь бы сказать, что идут наступления, нет, дождались, ждали, выждали, научились, спланировали, нашли точное время, обманули и ударили. Но бойцы настоящие. Вот это самое главное, что нужно сказать по происходящему. А количество там, большие города, маленькие города, дошли, не дошли, убегали, не убегали, не имеет значения. И тогда вопрос последний. Вот сегодня, буквально, вот за несколько часов до нашей с тобой беседы в Госдуму Российской Федерации было внесено предложение о введении полной мобилизации и всеобщей мобилизации. Я отвлекаюсь от того, выгодно это Путину или не выгодно. Я задам вопрос иначе. Это поможет как-то российской армии переломить ситуацию в свою пользу? Или в современном мире это бесполезно? В короткой... В ближайшее время нет. Что у нас осталось? В октябре пойдут дожди? Ну, в ноябре пусть пойдут. То есть осталось всего полтора месяца? Подготовить. Нет, в октябре пойдут дожди. Уже... Сейчас вот там и лето будет, и все. Да, я играю на стороне, предположим. Играю за... За путинцев сейчас. Ну да. Вот им повезло. Да, повезло. Им повезло. Начнется только... Дожди сильные пойдут в ноябрь. Нужно будет маневрировать до ноября, предположим. Ну, так кто ж успеет за полтора месяца подготовить? Ну, что? Корпус ударный? Да невозможно это. Снабдить, научить. Да, они только призывом будут заниматься месяц. Если даже, предположим, что придут люди и будут готовы идти, и найдутся нужное количество людей, их нужно собрать. Форма, строевая, ну, какая-то минимальная, даже во Вторую мировую, когда вот в худшее время, ну, все равно давали восемь недель на подготовку. Восемь недель. Если мы сейчас отсюда посчитаем восемь недель, мы куда придем? Ноябрь. Дожди. Не пойдем. Нужно дожидаться холода. Какое состояние будет российских солдат, когда будет холода? Я не знаю. Им вряд ли подарят канадские комбинезоны, которые будут украинцы. То есть им придется тяжело. По-настоящему тяжело. Воевать в такой ситуации будет сложно. Танков с обогревом нет. Т-62 и 72 не обогревают. Т-72, может, он обогревается как-то этот самый внутренний, каким-то подобным. Т-62 точно нет. А что делать будут? Будут и попротив и сытых, и готовых, и подготовленных прекрасных украинских бойцов. И вряд ли выйдет сражаться и чего-то добиться. То есть нужно ждать чего? Аж в мае? Ну, до мая, может быть. Тогда до мая можно будет ждать. В мае, возможно, будет какое-то новое большое наступление. Но, опять же, украинцы же тоже не будут сидеть на месте. Вот они как раз зимой и могут воевать. Они могут вполне спокойно перейти в опять наступление. Силаж опять будет неболотом. Зимой на Крым наступать намного удобнее. Так что вот так, мне кажется. Понятно. Арье, спасибо огромное за прекрасный анализ. Очень информативный. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения подполковника запаса армии обороны Израиля Арье Зайдана. Ну, я, как всегда, напоминаю и другую. Выводы делать. Только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрашворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok